Великая степь Великая степь Степь располагается от Дуная до Алтая Она расположена в самом центре Евразии И тянется практически через весь материк До Маньчжурии Это северо-восточная область Китая Протяженность этого пояса в длину до 6000 километров А в ширину около 1000 километров Но с одной поправкой Если учитывать южные пустыни Зона распространения кочевой цивилизации гораздо больше В ландшафтном отношении Великая степь неоднородна И состоит из собственностепей А также лесостепей, полупустынь и даже пустынь С севера степи и лесостепи Ограничены лесами В том числе и таежными А на юге упираются водные преграды Каспийская, Черная и Азовская моря А также высокие горы Кавказские и горы Тиньшань Евразийская степь Это географическое понятие А Великая степь Это историко-культурное понятие Прошу обратить внимание на данный факт И мы это попробуем доказать С помощью исторических источников Средневековое название Великой степи В арабских, персидских А в позднее, среднеазиатских Письменных источниках Дэшт и Копчак Данное название мы видим У персидского поэта XI века Насириха Срова В труде Диван И также у Мухаммеда Хайдара Дулати В Тарих и Рашиди В письменных источниках Применительно к X-XVII веках Принято называть Причерноморско-Каспийскую степь Западным Дэшт и Копчаком А казахскую степь Восточным Дэшт и Копчаком Обратимся к программной статье Эльбасы Семь грани Великой степи В которой говорится Что большинство Материальных и культурных Достижений Было рождено именно здесь На территории Казахстана На земле Великой степи И лишь затем распространились На север и юг Запад и Восток Исторические находки Доказывают О неразрывной связи Наших предков С технологическими новациями Своего времени Эльбасы делает акцент На ключевые опорные точки Формирующих Неповторимый облик Евразии Это Всадническая культура Древняя металлургическая Культура Великой степи Звериный стиль Золотой человек Колыбель тюркского мира Великий шелковый путь И Казахстан Родина яблок и тюльпанов Давайте Обратимся К ранее полученным знаниям И ответим на следующий вопрос Первые коневоды степей Евразии Скифы Бутайцы Гунны И лисаки Конечно же мы видим Что первые коневоды степей Евразии Это бутайцы Как вы помните Из предыдущих уроков О домашнивании лошади человеком Началось именно здесь На территории современного Казахстана О чем свидетельствуют Раскопки поселения бутай На севере страны Именно Великая степь Подарила миру Коневодство И всадническую культуру А теперь посмотрим Короткое видео Оседлав и приручив лошадь Бутайцы сделали огромный шаг в цивилизации Совершили прорыв Который сравним с изобретением двигателя внутреннего сгорания Не случайно мощность автомобилей До сих пор измеряют в лошадиных силах А выражение «быть на коне» означает победу Всадническая культура породила новые торговые пути И методы хозяйствования Совершила переворот в военном деле Именно в степи появилось оптимальное облачение для всадника воина Седло и стремена Что позволяло более эффективно пользоваться луком И виртуозно владеть холодным оружием Восседая верхом на коне Изобретение способов получения металлов Открыло новую историческую эпоху И навсегда изменило ход развития человечества Казахская земля, Великая степь Богатая многообразными металлическими рудами Также стала одним из первых центров появления металлургии А теперь посмотрим короткий видеофрагмент На территории казахстанского Алтая И в предгорьях Улытау Археологи нашли огромное количество следов Добычи меди и олова в эпоху бронзы Именно здесь около 4 тысяч лет назад Зародился мощный центр горного дела и металлургии Именно отсюда шло распространение новых технологий Жизказган в древнеиранском эпосе Упоминается как легендарный медный замок Дис и руин Металл во все времена был источником богатства А если говорить на уровне государственности Инструментом власти Медь была предметом торговли и развития творчества Появились первые ремесла Новые профессии, связанные с металлургией Разделение труда было напрямую связано с добычей и обработкой меди Давайте вспомним В каком стиле исполнены предметы Найденные в сакских курганах В полихромном, классическом, зверином или в стиле модерн Конечно же, предметы, найденные в сакских курганах Были исполнены в зверином стиле Наши предки жили в полной гармонии с окружающим миром И считали себя неотделимой частью природы Этот ключевой принцип бытия Сформировал мировоззрение и ценности народа в великой степи В целом, феномен звериного стиля И является одной из высочайших вершин в мировом искусстве На данном слайде вы видите золотого человека Найденного в 1969 году в кургане Иссык Воин поведал нам о многом Наши предки создавали художественные творения высочайшего уровня До сих пор поражающие воображение Искусное золотое обличие воина указывает На уверенное владение древними мастерами техникой обработки золота Оно также открыло богатую мифологию Отражающую силу и эстетику степной цивилизации Большое значение для истории казахов И для других народов Евразии имеет Алтай Эти величественные горы не просто украшались земли Казахстана Но и являлись родиной тюрков Именно здесь, в середине первого тысячелетия нашей эры Зародился тюркский мир И это стало новой вехой в жизни великой степи Уникальное географическое расположение Казахстана В самом центре Евразийского материка С древнейших времен способствовало возникновению транзитных коридоров Между различными странами и цивилизациями А теперь посмотрим короткое видео Протяженность этой караванной магистрали Зародившейся еще в третьем веке до новой эры Превышала 12 тысяч километров Она стала важнейшей платформой глобального взаимодействия Европа и Исламский Восток Индия, Китай и Золотая Орда Во многом благодаря кочевникам Оказались интегрированными в единое культурное и торговое пространство Научно доказано, что предгорь Алатау Является исторической родиной яблок и тюльпанов Именно отсюда эти скромные, но значимые для всего мира растения Расселились по всем странам Исторические процессы массового сознания Носят персонифицированный характер Многие народы заслуженно гордятся именами своих великих предков Служащим своеобразным символом своих стран Например, такие всемирно известные личности Давно ушедших эпох Как Тутанхамон, Конфуций, Александр Македонский, Шекспир, Гёте, Пушкин Являются сегодня бесценным символическим капиталом для своих государств Способствуя их эффективному продвижению на международной арене Великая степь породила огромную плеяду выдающихся деятелей Среди них такие масштабные фигуры, как Альфа-Раби-Ясауи Культигин и Бибарс Тауке и Аблай Кенесары и Абай А теперь перейдем к практической части нашего урока Для проверки понимания и дальнейшего закрепления пройденной темы После выполнения заданий вы можете проверить свой ответ Задание номер один Соотнесите понятия Великая степь и Евразийская степь Давайте проверим Великая степь – это историко-культурное понятие А Евразийская степь – это географическое Задание номер два Ответьте, пожалуйста, на тестовый вопрос Средневековое название Великой степи в пределах от Дуная до Алтая В арабо-персидских письменных источниках Это А. Кыпчакский каганат Б. Мафазат Альгус С. Дэшта Кыпчак И. Д. Улуз Кыпчаков Давайте проверим Средневековое название Великой степи в арабо-персидских письменных источниках – это Дэшта Кыпчак На этом уроке мы с вами определили историко-географическое значение понятия Великая степь И провели сравнительный анализ понятий Великая степь и Евразийская степь И узнали с вами место Великой степи глобальной истории На этом наш урок подошел к концу До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok